Добрый день, мои дорогие! Сегодня буду делать, у нас в Грузии называется острый. Вообще это принцип как гуляш, это мясное блюдо, много лука нужно, томатный сок, томаты целыми, тухие ингредиенты, тухая кинза молотая, красный перец молотый, соль и чеснок и подсолнечное масло. Включаем плиту и будем обжаривать мясо, мясо у меня говядина, как только обжарится мясо, засыплю лук, я люблю резать очень тонко, тонкими полосками, лука нужно много. Мясо тушится, это вся жидкость должна испариться и должно прожариться все, чтобы засыпать потом лук и тушить. Будем ждать. Мясо уже почти поджарилось, вот получилось вот золотистого цвета. Чтобы сильно не было, не прожарился, будем добавлять лук. У меня тут много лука. И потушим вместе с луком. Так как я буду использовать томат и томатную пасту, томаты целые, я сюда болгарский перец не буду делать, потому что из-за болгарского перца и сладкого перца цвет томата уходит. Пусть оно немножко потушится и добавим томатную пасту. Наше мясо с луком потушилось и сейчас добавим томатную пасту. После того, как закипит, добавим цельные томаты. Не буду я их резать, они сами там оттают. Мне очень нравятся целые томаты. Добавляем соль, перец и сушеную кинзу. Под конец уже добавлю чеснок. Это все будет тушиться, вариться, кипеть. Сюда зелень употребляется, поэтому я сделала сухие ингредиенты. Тут уже все хорошо сварилось, потушилось, все смешалось. Осталось добавить мне чеснок и потушить огонь. А зелень, свежую зелень, кинзу, петрушку, зеленый лук уже посыпем по мере подачи на стол. Свежую, не вареную. Наш острый, как мы называем в Грузии, это блюдо острый. Фактически готов. На этом все. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Лайкните. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok